Приветствую вас для начала немножечко таких общих моментов, которые я хотел бы вам донести. Значит, во-первых, как мне кажется, у вас есть проблема, которая заключается в том, что вы занижаете себя. То есть, смотрите, а вы выставляете себя жертвой. То есть, получается, что вы жертвой, я не говорю, что вы выставляете себя жертвой, но получается так, что вы жертвой. Почему? Потому что обстоятельства, которые с вами происходят, обстоятельства, в которых вы оказываетесь, они все время, как бы, ну, вообще вне вашего контроля. То есть, есть парень, с этим парнем вы встречаетесь, вы на него остаетесь, значит, на ночь, и парень, как будто бы, вообще несет никакую ответственность за то, что у него дома девушка, которая вроде как бы с ней. Ну, давайте немножечко, как бы, утрируем ситуацию, да, так сказать, возведем ее до абсурда. Ну, вот, представьте себе, что этот человек, ваш мужчина, представьте себе, что он к вам относится так же, только когда у вас уже ребенок, например, и так далее. Ну, представьте себе, что у вас ребенок, да, а к вашему мужчине, ну, например, в его квартиру, да, в которой, может быть, вы будете жить, или он будет жить в вашей квартире, не важно, будут приходить в какие-то люди, которым он не сможет отказать, и так далее. То есть, грубо говоря, мужчина не готовы защищать ваши интересы. И вы, мало того, что ожидали того, что их он будет защищать, ну, это, в общем-то, само по себе, нормально. То есть, нормально ожидать того, что ваши интересы будут защищаться. Но вы ожидали настолько сильно, что вы даже не смогли сказать, потому что боитесь. Вы боитесь показаться кому-то там, с лючкой, и прочее, прочее, прочее. И боясь показаться лючкой, вы позволяете людям с вами вести себя так, как хочется им. Не так, как хотите вы. Не так, как вы. Достойны того. А именно так, как они хотят. Как они хотят себя с вами вести. И вот как раз момент, который мне кажется важным. Да, момент, который мне кажется важным. Значит, почему? Почему вы позволяете вот вести с собой так, другим людям? Вы боитесь, вы боитесь того, что покажетесь кому-то какой-то. Но при этом вы жертвуете с собой, вы жертвуете своими интересами и тем самым уважение к вам снижается. Вот. Более того, вы не говорите о том, что вам не нравится, не нравится. Вы не говорите об этом. Мужчина, он ведь сам догадаться о каких-то вещах не может. нет. Понимаете, мужчина, мужчин иногда нужно, ну, нужно подталкивать, нужно говорить мужчине, что не нравится, чтобы он что-то делал. Потому что, если не говорить, то все таки останется, все таки будет. Понимаете? и, соответственно, если вы этого не хотите, если вы не хотите, чтобы так все было, то нужно ему говорить. И вот тогда уже, пусть обижается, тогда уже, пусть как раз, и, может, ну, тогда пусть говорит какие-то вещи, а тогда пусть предъявляет претензии и так далее. Это уже будет его право. Ну, то есть, тогда вы уже сможете сделать вывод относительно того, стоит ли вам вообще с этим человеком свою жизнь связывать, например, или нет. если он к вам не прислушивается, то, соответственно, нужен ли вам такой человек вообще? То есть, здесь нужно, конечно, насчет вашей уверенности в себе и насчет вашей самооценки обязательно. Потому что, ну, как бы, мне показалось, что очень это у вас занижен. Давайте дальше начнем. Так, значит, мой молодой человек зависим очень от своего друга и гражданской жены. Говорите вы. Если вы считаете кого-то зависимо от вас, от других, ну, не важно, не важно даже, от вас или от других, не важно. Если вы считаете, что есть зависимость, то, соответственно, зависимость это потребность. То есть, иными словами, иными словами, у молодого человека есть некая потребность в том, чтобы быть с этими людьми. Так вот, и попробуйте подумать, что это за потребность такая, почему он зависим от этих людей, что вы можете сделать, именно вы, конкретно вы, что можете сделать, чтобы он не был зависимым, или был в меньшей степени зависимым. Вот, попробуйте, попробуйте на эту тему. Опять, мы зависим, да, зависим. Но он же был зависим и до того, как вы познакомились правильно, и он общался с этими людьми до того, как вы познакомились, скорее всего, и, соответственно, что получается? Жду от депресс, после того, как вы у него появились, он не должен с ними общаться, получается? Ну, это неправильно, конечно, это неправильно. Но неправильно и не говорить о том, значит, что вам и чего вы хотите. это тоже неправильно. Поэтому здесь нужно вот доказать опять следить. То есть, с одной стороны, молодому человеку нужно помочь, сказать им откровенно, что вам, например, ну, вам некомфортно, когда вы устали, да, а там есть другие люди и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вам некомфортно. И, с другой стороны, спросить его, а вот почему ты не мог им сказать, да, что, ну, чтобы они в другой раз, например, пришли и так далее. Ты же видишь, что я устал. Это надо сказать, что, ну, они же, они же тебе не мешали, да, они же ничего плохого не сделали тебе. Ну, это значит, выбор мужчины и вы не можете этот выбор поменять. То есть, его нужно своим выбором как бы оставить. Он выбрал, это его право. Но и логично, что вы тоже можете выбрать тогда, не быть с ним, например. Понимаете, дальше мне трэйч. Дальше. Значит, они привыкли приходить к нему в гости, когда захотят и сидит столько, сколько им захочется. Да. А молодой человек с этого получает. При этом они играют в карточные игры, которые я, как бы, не старался, но не смогла полюбить. Свои разные люди. В последний раз мой парень знает, как я устал на работе, не смог даже пытаться им отказать визиты. До часа ночи они сидели на кухне. Так. Молодой человек пишет ли вы, зная, что вы устали на работе. Я отказал им визиты. Так. Молодой человек знал, что вы устали, но визит им не отказал. А вы просили его об этом? Нет. Вы считали, что он сам должен догадаться? Например. Скорее всего, скорее всего, скорее всего, вы считали, что он сам должен догадаться. Возможно. Возможно. Но, опять же, а почему? Почему вы считаете, что молодой человек сам должен догадаться? Вот на чем вы основываете? Но если вам то-то нужно, вы попросите его, и все. Что мешало попросить-то? Может быть, он подумал, что вот если вы устали, ну и что? Если вы ничего не сказали, он у нас будет приходить. Далее. На странице сидели до часа ночи на кухне. Я же немного времени посидела с ними, и, поняв, что они общаются только насчет партии в карте, ушла полежать в спаду. Ну и что в этом плохого? как они мешали вам, а как вы мешали им. Что мешало вам? Спать, а им играть. Мой МЧ даже не мигнул выпить, а сегодня непосходящий вечер, и что стоит принять ту игру на другой раз. А зачем? Зачем? Ну вы спите, они играют, в чем проблема-то? Друг же его девочка вели себя как хозяева, она знакома, а она, они, наверное, знакомы с моим МЧ около 10 лет. Ну это много, это много, и 7 месяцев как-то не дотягивают до знакомства в 10 лет. И даже не обращали внимания на то, что я здесь, я устал. но вы знаете, известно такое ощущение, что вы как-то вот завышаете ожидания, у вас завышенное ожидание людей, то есть вы ждете, что люди сами все поймут, вы ждете, что люди сами как-то вот примут какие-то решения, вы таким образом снимаете с себя ответственность за свое благополучие и перекладываете эту ответственность на этих людей. Это вот не есть хорошо на самом деле, потому что другие люди в первую очередь ответственны за себя. За вас ответственны только либо мужчина, либо вы сами сами. Все. Если вы видите, что мужчина не заботит за вас так, как вам бы хотелось, что вы можете сделать только что, что вы можете сделать. Вы можете только самостоятельно о себе заботиться. А ему показать, что ситуация такая что вам не нравится и все. Если вы считаете, что это действительно важно, если вы считаете, что это действительно достойно того, чтобы на этом дострелять не надо. То есть я еще раз говорю, что вы же мужчины в спальню, вы в этой спальне были. И что вам ощущало спать-то? А им играть? Как-то непонятно. Другое дело, если звукоизоляция никакой не, никакой не, например, это уже вопрос другой. Это уже то, что можно предъявить, понимаете, то, что можно предъявить молодому человеку, например, это как бы уже, ну, это разговор, в общем, понимаете, это разговор. Именно. все-таки это разговор. Он такой же. А пока разговора нет, как такового вообще. так, в итоге они ушли неудовлетворенные значит, рано закончившейся посиделкой, я же совершенно обескураженная бессловесностью и профиалистическим отношением ко мне парня не могла сказать ему о своей обиде. Почему? Откуда у вас такие ожидания к молодому человеку? Откуда у вас значит, забота об этих людях? Виктор в итоге не хотел отказаться девочкой, которые не рады гостям. Ну, понимаете, с чего вы решили, что вы должны быть рады гостям? Они вам чужие люди. Откуда у вас эта установка, что вы должны быть рады гостям? На след утро я поняла, что не могу больше находиться и прикасаться к нему почему? Уехала домой, сказала, что очень устала на работе и хочу отдохнуть. То есть вы опять же не сказали как она есть. Почему? Что мешает? Вы сомневаетесь в том, правильно ли вы чувствуете? Боитесь обидеть молодого человека? Если да, то почему? Боитесь его потерять остаться одной? Или просто неуверенно в себе? Не доверяете себе? Он все обиделся в итоге на меня за мое плохое настроение? Ну, понимаете, молодой человек так, он прав, он не понял, что произошло. Вы с одной стороны ничего не говорите, с другой стороны уходите рано спать, с третьим потом уезжаете, не можете прикататься к нему. Молодой человек вообще не понял, что произошло. Он не понял, что вы от него отедали с чего-то, он не понял, что вы считаете, что гостей быть не должно, когда вы стали. Он потом выстрелит, полезет, ну и все-таки проблемы. Вот. Значит, я очень полюбил этого парня, похожего, но понимаю, что он очень любит этих ребят. я боюсь сказать ему о своем к ним отношении, не доставить его метаться между огней. Понимаете, вы не несете ответственность за себя, но при этом берете ответственность за других. Вы одновременно на себя роль спасателя берете, и в то время роль жертвы. То есть вот есть такие злые друзья молодого человека, тираны, да, которые тиранизируют молодого человека, есть жертва, молодой человек, он жертва. Есть вы, которая пытается его спасти, медицин сама для себя заставляет жертвой. Именно это вы делаете. И вот спрашивает зачем, вам молодой человек по сути чужой, пока вы не вышли за него замуж, если будет так продолжаться, то и не выйдете. Вот. И люди для вас эти тоже чужие. Ну, кто они вам, да, вы их не знаете, они вас не знают, вы совершенно разные. Спрашивает, почему метатами двух огней. но если вы у него остаетесь на ночь, значит, вы хотите чего? Наверное, чтобы вам было комфортно. Правильно? И если для этого комфортно нужно, чтобы людей не было, если молодой человек вас любит, если молодой человек вас как бы, как бы, ну, уважает, да? Ну, соответственно, соответственно, если он вас уважает, то он обязательно сделает так, как вы хотите. Да, может быть, поначалу, 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 может быть, он обидится, конечно. А вот. Это нормально. Поначалу он обидится. Но потом, потом обязательно поймет, если у него есть там чувства. Поначалу? То есть, да, можно и нужно делать человека счастливым. Это правильно. Но так не ущерб же себе. А вы действуете ущерб себе. А если вы действуете ущерб себе, то и по отношению к вам будут действовать тоже ущерб вам уже теперь. потому что так люди устроены. По-другому они не могут, к сожалению. Ну вот. Соответственно, думаю, что вот именно так и можно вам ответить здесь на вопрос. дальше дальше нашей не хочу быть для него источником переживания. Женщина, она должна быть для своего мужчины источником переживания, чтобы дотягивать мужчину до своего уровня. если женщина не является источником переживания для мужчины, то мужчина с ней не развивается. И это значит, что он не может удовлетворить женщину, потому что мужчине очень мало чего нужно. Мужчине очень мало всем нуждается. Мужчина очень мало всем нуждается сам по себе. А вот женщина нуждается во многом. И поэтому если женщина не вызывает у мужчины переживания, она не заставляет его, не стимулирует его к тому, чтобы быть лучше, да, то соответственно вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли такая женщина будет с мужчиной счастлива. Потому что ну как вот как можно быть счастливой мужчиной, если он не переживает, если его не заботит то, что с вами происходит, например. Понимаете? Какой маме. Вот. это так вот. Дальше. Так, как быть в этой ситуации, учитывая, что ли вокруг его девочку в плане общения мне неинтересно ругаться матом голова тогда есть. Они меня проходят не воспринимают как девочку их друга, который стоит уважать. Как мне кажется, были бы рады моему исчезновению. Нет. Они были бы рады вашему исчезновению не потому, что не уважают вас, а потому, что вы мешаете им проводить время. они приходят к вашему молодому человеку именно потому, что им это нужно. А вы как бы лишаете того, что им нужно. Но почему вас должны волновать желания левых людей, которые вообще глава отношения не имеют. И почему молодого человека должны больше волновать они, чем вы, его девочка, которая остается тем более у него на ночь, которая как бы вверяет ему себя. А как быть в этой ситуации? Ну я думаю, что для начала вам нужно сказать молодому человеку о том, что вас беспокоит. Я думаю, вам нужно сказать молодому человеку о том, что вас волнует. я думаю, что вам нужно донести до него тот факт, что вы его не обвиняете, но что вам некомфортно, и сказать ему о том, что вы считаете. То есть просто какое ваше мнение по поводу этих ситуаций. Ну в целом, в целом, какое ваше мнение. Считаете ли вы, например, что мужчина должен отказать твоим друзьям, если девочка уставшая, например. То есть высказать ему свое мнение, высказать ему в этом нет ничего плохого на самом деле. Высказать ему свое мнение на эту тему. И смотрите, как он отреагирует. Если отреагирует там, скажем, плотно, если отреагирует негативно, если обидится, ну дайте ему время, чтобы принял это, чтобы пережил, перестал с этим. Либо он бы с вами примет это и скорректирует свое поведение, либо нет. Но это уже его выбор, и этот выбор вам, наверное, будет уважать. При этом, при этом, при этом, обязательно уважая и свой выбор, совершая его. То есть. Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...